Итак, уважаемые зрители, я рад вас вновь поприветствовать при дворе нашей Северо-Русской Торговой Республики, которая буквально сейчас, по велению моей лёгкой руки, немножечко поменяет своё название. Я передаю привет Октавиану Августу и вспоминаю про такую возможность, как переименование титулов. Заранее установив русскую раскладку, лёгкой рукой, наша Северо-Русская Торговая Республика или же Торговый Союз превращается в Велико-Новгородскую Торговую Республику. И она называется теперь Великий Новгород. Ну и соответственно так, что-то не то, что-то не так, Новгород. Великий Новгород, ну и соответственно прилагательное Новгородский. Замечательно? Замечательно. Окей, и теперь Великий Новгород. Да здравствует, да будет он вечен. Ну и соответственно в связи с этим, не знаю делать ли это, не делать. Заодно спрошу у вас мнение, стоит ли им практиктовать, про, практик, что-то возьми, заговариваюсь, практиковать такую функцию, как название детей именами, которые вы предложите. Конечно, это уже немножечко было в практике, ну скажем так, минимум половины человек, которые снимают данную игру, но тем не менее. Ваше мнение мне узнать интересно. Ну и приступаем непосредственно к серии. Эта серия будет носить такой, скажем так, характер, когда мы будем заниматься нашими внутренними делами. Сейчас сложилось благоприятное почво, и большинство тех, кто был нам неверен, тех, кто был, обралдал какой-то властью и при этом противоречил нам, сейчас сидят в тюрьме. И я хочу сделать следующее. Немножечко сменить власть. Чтобы немножечко полетели головы и поставить своих людей, которые более-менее будут мне верны. Во-первых, мы сейчас владеем Полоцком, и в Полоцке строится город. В дальнейшем, как вы называетесь, во что вы входите, герцогство Полоцк станет республикой. Также я хочу сделать республикой Пруссию, республикой Московию, то есть не Московию, а герцогство Московия. И заодно отдать Переславль-Залецкий уже Ростову, чтобы все было подаюро, все было красиво. Норм уже, норм пока ставим так. Ладно, у нас здесь есть наемники. Ставим здесь мы более-менее адекватных командиров. И этих же командиров, так, ты мне чем-то не нравился. Ты трус. Это я хорошо запомнил с прошлой серии. Тогда поставим так. Не трус, не трус. Замечательно. Направляем данных наемников в Полоцк, так как здесь строится город. И если какие-нибудь польские наши друзья и соседи решат его разграбить, это будет неприятно. Мы потеряем и деньги, и город. Так, теперь, что касается князя Байороса. Ты отдаешь нам Пруссию. И это не обсуждается. Ты отдаешь нам Хельмна. И это не обсуждается. А также, а также, твои вассалы, которые террористали нашими вассалами. Удельный князь Вышата и удельный князь Пикне. Вы исповедуете манихейство. Я мог вас попросить по-хорошему сменить веру ваших отцов, вашего отца, точнее, поскольку мы, Саймон, манихейство-то приняли поколение одно назад так. И стать теперь последователем нашей веры. Но я предпочту сделать кое-что другое. Отозвать у вас титулы, так как у нас есть подходящий закон на отзыв титулов у еретиков и иноверцев. Что это, кого это? Вы не можете не заметить, что... А, это у нас еще продолжается ивент с путешествием. Так, мы не хотим есть, мы порицаем нашего Дарикпата, то есть управляющего. Да, так, теперь ты, удельный князь Вышата, отдаешь нам титул. Молодец, хороший мальчик. Так, теперь ты, удельный князь Пикне, отдаешь нам титул по-хорошему тоже. Так, замечательно. Наше путешествие проходит весьма успешно, и мы становимся другом, вот с данным вот человеком, который исповедует германское язычество. Саксонской культуры. Прекрасно, замечательно. Так, отлично. Отдал? Отдал. Превосходно. У нас немного превышен лимит, но это не так важно. Так, пока что всех, кто у нас есть в тюрьме, мы отправляем под домашний арест, чтобы вы подольше прожили. Так, получаем деньжат. Замечательно, превосходно. Деловые отношения и все прочее. Так, в плюс, в плюс выходим. Замечательно. Наемников мы сможем содержать. И теперь, и теперь в этих землях мы делаем следующее. Мы отзываем все титулы горожан. Почему? Потому что я хочу сделать здесь везде города столицами. Ну, это первая причина. И потому что у них прусская культура. Непорядок? Непорядок. Я хочу, чтобы у нас были все тысицкие культуры русской. Так. Стоять. Бояться. И вот третий. Отозвать. И вы, по идее, все нам добровольно отдаете. Так, замечательно. Первый отдал. Так. Мы нашему другу ничего не платим. Хотя, какой-то нам друг. Соратник, скажем так. И желательно получаем черту жадный. Жадина. А мы уже были жадны, кажется. Так. Замечательно. Превосходно. Замечательно. Превосходно. Города нам отдали. Теперь. Что касается имений. Мы их просто отдаем случайным людям. Делаем новых вассалов. Мелких. А города. А города. Мы отдаем уже какому-нибудь одному даже человеку. Ну, или по крайней мере двум. Безродному. То есть, без титулов. И желательно. Так. Культура. 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 Русская должна быть. Культуры. Русская. Так. Вот пошла русская культура. Какой-нибудь мужчинка. Так. Наш религий. Наш религий. Ну, ты такой себе. Я хочу кого-нибудь более-менее адекватного. Более-менее хорошего. Ну, хотя. Здесь в любом случае можно просто отдать и все. Ну, пожалуй, даже тебе. Безродный. Безродный. Удовлетворенный. Удовлетворенный. Ты нас будешь любить. Ты нас будешь обожать. Я в тебе верю. Так. Отдаем тебе просто все эти титулы. Так как. В любом случае. Мы будем идти по пути управления. Нас будут любить. Ну, и потом. Я так хочу. Скажем так. Я так хочу. Так. И. Галинь. Где я. Замечательно. Отдаем тебе данные титулы. И жалуем тебе титул. Республика Пруссия. И Пруссия у нас отныне становится республикой. Такой же финтушами мы будем проделывать с Москвой. И с Колыванью. Так. 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 Колывани. Строим пока что город. Он будет строиться чуть менее двух лет. Ладно. Строимся. Строим город. По идее его не должен никто разграбить. Так. Что это? Кого это? Зачем это? А. Ливания. Ливания теперь входит в торговый союз Великий Новгород. Замечательно. Превосходно. И. То есть. В Даюра земли. Да. В Даюра земли. И еще следующее. Так. Заодно я хочу проверить все-таки действительно ли это так работает. Так. Наша племянница. Даем ее. Отдаем его в путь расчетливости. И. Назначаем наставника с хорошей образованностью. Так. Ну скажем так. 14 навык или 19 навык. В принципе тут коварно только плохо. И. Ну и все в принципе. Так что отдаем нашему родственнику данную девочку на воспитание. И отдаем еще одному. Нашему родственнику. Скорее всего и мужа. Еще одну. Нашу девочку на воспитание. Так. Наставник. И. Опять. Он же. Замечательно. Превосходно. Запускаем. Время. Пускай. Так. О ты. Уже староват. Нечего тебе. Так. Стоп. 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 Стоять. Стоять. Ты находишь у нас узник известный как мы. Мы можем тебя под домашний арест посадить? Да. Можем. Чтоб ты прожил подольше. Хотя у тебя и наследник тоже сидит у нас за решеткой. Судя по всему так. Так. Ну и его мы тогда тоже заодно посадим под домашний арест. В любом случае мы сможем. Титул отозвать так как манихейство и все прочее. Но. Пока что лучше поживи подольше. С теми кто в тюрьме. Проблем меньше. Так. Что это? Кого это? В потрепанной чашке нищего сверкнула монетка. Я вырвал ее из грязи прежде чем он успел среагировать. Блестяшка. Или же так. Ты кто такая? Непонятно. Так что получаем плюс 32 монетки. Ясно. Денежки копятся. Наемников я пока не хочу распускать. Во-первых потому что как я уже сказал. Сторожим город. Чтобы его никто не разграбил. А во-вторых. Потому что чем больше у нас армия. Тем меньше нас хотят нападать просто. Так. Удельный князь. О. Наш друг. Наш верный друг. Которого мы сначала отдали нашу на тот момент дочку. А потом отдали Ладогу. Ну пока тоже посидим. Под домашним арестом. Потом мы у тебя тоже отзовем титул. Так. Ладно. Милосердие. Так. Ну так. Вот так вот. Так. Когда город построится? Город у нас построится 21 октября 899 года. Ну то есть больше года еще ждать. Так. Ладно. Пускай все пока сидят под домашним арестом. Просим денег у всех. Вот только можно. Если нам их дают. Это просто превосходно и замечательно. И заключаем брак. Вы кто такие? Вы у нас мадьяры. Хорошо. Я одобряю такое брак сочетание. Но сад я пока строить не буду. Так как этот ивентик позволяет нам построить сад с лабиринтом. И со всем прочим. И получить трейд садовник. Но пока деньгами мы такими не располагаем. Так. Наемники пополняются. Гвардия наша там тоже пополняется. И вперед к процветанию. Так. А на деньги которыми мы сейчас... Которыми мы сейчас обладаем. Я бы хотел сделать следующее. Построить госпиталь. Так как теперь у нас вокруг много замков. Много городов. То болячки возможно будут распространяться. Так. Посадник. Стислав. В последнее время вы сталкивались с настоящей катастрофой. Наши побережья атакуют пираты. Ну и столько побережья рек. Так. Мы в этом не виноваты. Не надо тут нам ля-ля. Мы ничего не отправляем. Никуда не отправляем. Так. Еще просим деньги. Или же... Так. Тут. Получим престиж. Развиваем пакт с правителем. Не. Пока его оставим. Ладно. Потеряем престиж. Так. В госпиталь я отправил строить. Далее нашу... Еще одну родственницу. Мы опять же направляем на путь расчетливости. И... Наставники назначаем уже другого человечка. Постольку поскольку. Наш родственничек. Может обучать только двух детей. Как в принципе и любой человек. Так. Отдаем значит. Нашей сестренке. Почему бы и нет. Так. Отдаем. И заодно я бы хотел отдать... Остработнию. Так как... Так как... Так как... Все равно. Де Юры земли как они тут называются. И кому они принадлежат. Сата... Сата Кунта. Ладно. В Де Юры землях Сата Кунта есть еще. Две провинции которые мы сможем в дальнейшем обратить в республики. Так что пока что просто отдаем эту провинцию кому-нибудь. Допустим вот. Вот этому вот мальчишке. Наша культура. Наша религия. Нас он будет теперь любить. Так. Нам еще платят деньжат. Замечательно. И превосходно. Так. Здесь в Колыване город строится. У нас рождается сын. Не гениальный. Не красивый. Но от наложницы. Станислав. Станислав. Так. В Полоцке у нас тоже все строится. Ничего не разграблено. Потом мы в Полоцке отдаем данный титул вассалу. Сначала сделав его остальным. Создаем титул герцогства Полоцк. И делаем также республикой. Так. Еще один сын. Снова от наложницы. Снова некрасивый. Негениальный. Несильный. К сожалению. Так. Альянс создали. Ну и ладно. Кого-то можем отправить в тюрьму. Хотим ли мы этого? Нет. Вряд ли. Не хотим. Так. Еще один наш сын. К сожалению. Эээ. Несколько уродливый. Несколько уродливый. Так. Благочестий у нас хватает. Как насчет того то, чтобы пригласить парочку хорошеньких священников? Так. В тюрьму не хочу отправить? Так. Раз. Двенадцатого. Ладно. Двенадцатого. Ладно. Шестнадцатого. Ты интереснее. Так. Превосходно. Девятнадцатый. Тоже интереснее. Так. Шестнадцатый. Ну в принципе тоже сойдет. И в принципе все. Так. Теперь вы. Мои дорогие друзья. Вас мы отдаем чисто за какую-нибудь женщину. Даже за вас нужно платить. Сдумаю. Нет. Вы тут. Вы тут давайте без этого. Вы тут давайте без этого. Я так не хочу. Слишком много платить это не всегда хорошо. Точнее всегда не хорошо на ваш взгляд. Да ёпарас. Это не успел даже ничего сделать. Он уже умер от неизвестной болезни. Ладно. Хорошо. Хорошо. Сделаем по другому. Так и будет. Заплатим двести одну монетку? Ну нафиг. Так. Тогда сделаем вот так вот вообще. Поставим вот этого одного человечка нам. Главного по религии. Главного по религии. Остального второго. Именно. Мы оставим просто. Пускай если что погибает неизвестная болезнь. Пускай. А вот этому человечку. Главному по религии. Мы отдаем на воспитание наших детей. По крайней мере. Двух мы отдать ему сможем. Так. Он. Он. Замечательно. Превосходно. Отдаем. Так. Получаем еще сто монеток за счет ивентика. Превосходно. Замечательно. И в принципе ждем пока достроятся все наши постройки. Города. Нападает на Кагана. Зачем? Почему? Так. Ростов. Москва. Ууу. Тебе будет тяжко мыть. И мой сосед. Ну да ладно. Так. И вот этот тоже умирает в неизвестном болезни к сожалению. Да. Все это действительно так работает. Ну ладно. Одного у нас хватит. А сто монет. Я как уже сказал отдавать не хочу. Ни на что. Так. Заговор не тут. Вам не надо устраивать. И здесь. Вот. Город у нас построился. Теперь мы отдаем данный городишка какому-нибудь русскому человеку. Прямо очень даже русскому. А даже сделаем еще раз. Пригласим еще одного священника. Благо у нас благочестие ни на что так прямо не тратится. Так. Средства сразу несколько пригласим. Так. Шестнадцатый навык. Тринадцатый навык. Не надо. Двадцать первый. Вот. Сойдет. Хоть ты у нас тут и амбициозный. И коварный. Еще и заика. Ох. Господи. Ну ладно. Все равно оставим в интересных. И в принципе все. Так. Нашу племянницу уже можно убрать из интересных. Далее. Эту женщину тоже уже можно убрать из интересных. И остальных всех мы оставляем. Так. Ты тут у нас трус. Набожный. Общительный. Ну. Ладно. В принципе. Ладно. Одному отдадим одно. Другому отдадим другое. Так. Вот тебе. Пожаловать тебе колывань нужно. Так. Нет. Николай. А. У нас построился и в колыване сразу же. Стоять. Да. Построил сразу же и в колыване. И построил сразу же и в полоцке. Так. Ясно. Понятно. Значит. Сразу делаем двойной финт ушами. Пожаловать одному полоц, а второму пожаловать колывань. Так. Пожаловать титул колывань. Но прежде этого мы сделаем вот это вот. Так. Отзываем титул раз. Отзываем титул два. Так, Колывань становится основным титулом. Здесь мы делаем нового вассала. И отдаем Колывань вот этому вот человечку. Так, Колывань, Колывань, вот Колывань. И заодно Ижору отбираем у еще одного потомка викингов. Отдай. Не твое. Наша. Молодец. Сообразительно принял. Ну и тебе заодно отдаем еще Ижору. А Нарву, ну как-нибудь договоритесь с псковскими вашими соседями. Надеюсь. Так, отлично. Отдаем Эстонию. И здесь создаем титул Полоцк. Так, создаем титул и опять отдаем вот тебе же. Так, Полоцк. И в принципе все замечательно. И в принципе все превосходно. Теперь войска мы отводим к Москве. И как только появится возможность, мы начнем строительство в Москве. Так, у нас здесь есть два титула. И наш наложница беременеет. Замечательно. Ладогу мы отбираем. Да. Отлично. А тебя мы сразу же... Так, не поэзией замучить, а где хлопочка расстрелять? То есть казнить. Казнить. Так. Это расстроит византийских лордов. Куршево, что мне не на 10. Византийских? Ну ладно. Ибо нефиг приходить с пятитысячной или четырехтысячной армией. В общем не важно. И грабить наши земли. И потом еще брать нашу сестру Джона. И потом вы снова приходите грабить наши земли. Так, друзья. Непримиримые соперники. А жаль. А жаль. Ну ладно. Так. Нерапасно местные и коварные. Стоять боятся. Просторонники. Так. Нет. Стоять боятся. Так. Как говорится. Не обессудь. Человек-то мой. Но. Ставим мы. Более хорошего тайного советника. Чтобы он раскрывал заговор. Так. Участия в заговоре нет. Не хочу. Не желаю. Так. В любом случае тут тоже. Мы Москву сможем отобрать. Манихейство. Манихейство. И манихейство. Да. Замечательно. Превосходно. Копим деньжат. И делаем вещи. Так. Ну ладно. Ну ладненько. Так. Еще один ребенок. Отдаем его на путь. Ладно. Образованности на путь его мы отдаем. Если что будет неплохо образован. И в наставнике ставим одного из наших друзей. Заодно и посмотрим как влияет. Так. Ставим. Нового нашего великого мэра. Так. Как она называется вообще? Я уже забыл. Так. Как она называется здесь? Посадник. Посадник. Нашего посадника. Так. Доход у нас из-за наемников не такой огромный. Такой великий как мог быть. Но терпимо. Но сойдет в принципе. Так. Купцы выяснили что монеты сниженные. Ну да. 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 Выяснили. Выяснили. Главное то что вы забрали престиж и не деньги. Назад. Это меня устраивает. Так. Придворный наш отправился в мир иной. И откуда? И отсюда. Назначаем нового. Так. Денежки копятся. Сколько тут нужно для строительства? 488. Так. 18 навык. Так. 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 Частная военная компания. Нет. Не хочу. Ну-ка еще раз заключить брак. Есть кто-нибудь? Есть кто-нибудь. Ну даже вот на этой. На нашей родственнице. Выключаем брак. Этого человечка мы сразу, пожалуй, ставим в полководца. Так. 18. Да. Так. 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 Не понял. А где он? А. Неважно. Итак. Потом найдем, если придется. Если будет сильно нужно, мы найдем. Так. Что это? Мой жуткий ребенок. Моя дочь Евдокия совсем не похожа на других детей. Она не кричит, не плачет и никогда не расстраивается. Но с большим интересом звучит мир. Этим утром не довелось услышать ее взрывной хохот, когда повар сильно порезал руку. Женщина наша, скандинавская ложница. Ты что, одна из сатанистов? М? Что-то не подсказывает то, что да. Так. Ставим тоже интересным персонажем. Этих вот двоих можно теперь перестать считать таковыми. Они у нас от нас никуда не уйдут и мы знаем, где их искать. Так. Этот у нас остается и... Ты, конечно, смышленая, но ты девочка. Так что... Мой пат. Посоветуйте мне, что делать дальше. Так. Мой верит, что... Она порождение дьявола. Это просто смешно. Придется ее убить. Данное решение доступно с высоким навыком интриги. 50 монет и... Нет, стоп. Ярополк верит, что Эдакия порождение дьявола. Уже того он считает, что ее мать, ведьма, связалась с демонами. Так. Мы можем его убить. Я не хочу. Мы можем сделать следующее. Хурмаста, сохрани. Схватить ведьмую и ребенка. Так. Получит черту бастард. Станет, к счастью, семьи Ульфинг. И отправится в тюрьму. Так. Да. Это я хочу. Так, наш Ножица отправляется в тюрьму. А что делать нам с этой девочкой? С этой девочкой нам нужно делать следующее. И от нее нам нужно немного избавляться. Я не хочу, чтобы она убивала черенок нашей династии, когда подрастет. Так что... В тюрьму. Без вариантов. Одну, а вторую... Ну... Скажем так, тоже. Немножечко убить. Так, неслыханная наглость. Деньги нам не отдали. Ну и ладно. И так сойдет. Так, в Москве мы... Так, закройся, пожалуйста. Строим город. И стоим здесь, чтобы его никто случайно не разграбил. Дальше мы отзовем титул. Эту наложницу мы отвергаем. Так, покушение, сменительлию. Так, под домашний арест. Брось подземелье. Вот, отвергнуть наложницу. Отвергаем. Так. Моя придворная теперь полностью под влиянием своей няни. Угу, угу, угу. Впечатляет? Ну да ладно. Так, и нам бы неплохо было бы еще взять какую-нибудь одну наложницу. Ну, допустим. Ууу. Даже вот эту вот девушку. Смышленая. Хотя, кстати, откуда ты появилась вообще у нас? Здесь такая красивая, такая замечательная. Угу, угу, удающийся богослов, смышленая. Так, наша французская культура. Неплохо, неплохо. Кстати говоря, тебе можно было бы сделать нашей основной женой. Почему бы и нет? Так, покушение, тайно принять, участие в заговоре. Так, а развестись мы что, не можем? 449... Ууу. Нет, не можем. Так, значит, пока что будь нашей женой. Будь нашей женой. Пока что, добро и до времени. Потом мы с тобой что-нибудь, возможно, сделаем. И... Женимся вот на этой неплохой француженьке. Так, наша нас снова беременеть. Замечательно, превосходно. И... Так, если тебе просто послать подарок, 15 монет. Отправляем. И смени, пожалуйста, религию. Ибо не хорошо быть ни той неистинной веры. Так, и заодно... Ну, в принципе, остальные пускай остаются при своем. Красавица. Ничего не скажешь. Так. В Москве у нас все строится. Вперед к процветанию. Здесь у нас происходят какие-то просто войны и немножечко мордобой. Кабар. Кабар. Так, черта общительной или черта застенчивой? Разумеется, общительной. И... Нет. Так. Мы, ваши люди, выяснили, что вымогает деньги. Вполне объяснимо. Пускай он остается. Так. Жена болеет гриппом? Ммм... Так все болеем и умираем. Скажем так. Так, рождается сын от наложницы. Ну и ладненько. Так. Наша родственница прибыла ко двору. Она что-то делала у скандинавов. Возможно, мы сами ее отдали, но забыли об этом. Так. Наша кто? Наша родственница умерла от бешенства. Фаршивая смерть. Будем честны. Так. И у нас рождается снова дочь. Так. И наша жена в свободности переживает грипп. Ну что сказать? Баба-огонь. Сосонской культуры. Так. Как-то там уже в Москве у нас тут все построится. Так. Прибывает к нам еврей. Причем офигенный просто тайный советник. Я знаю то, что он будет офигенен. Хотя по отношениям скажу нет. Он не будет нашим офигенным тайным советником. Так. Снова двое детей нуждаются в выборе пути. Раз. Выбор пути. Наставники назначаем данную вот нашу женщину. Нашу новую ножницу. Так. Вторая наша девочка пойдет в интриги или пойдет в дипломатию. Пускай пойдет в дипломатию. И опять же в наставники у нее все нормально. И третья наша девочка. Родственница. Расчетливость. И наставники опять данную женщину. Так. Превосходно. Замечательно. Здесь опять какие-то банды грабят территории. Но пускай грабят. Пока что это не так критично. Так. Виндар Мидаса. Хорошо. Закаленного яка. Сойдет. Сойдет. Годится. Как говорится. Так. Денежки наскопятся. После постройки в Москве можно в принципе распускать наемников. И уже копить на факторию в провинции Тана. Хотя. Сколько она тут будет? Ох. Ё-порос. 1417 монет. На одну факторию. Причем если ее эти хазары же и разграбят. Я буду в депрессии скажем так. Хотя. Ладно. Разграбить так разграбить. Так. Куда пошли? Вы можете грабить только нейтральные земли. Мои прошу не трогать. Ну то как нейтральные. Земли моих вассалов. Мои прошу не трогать. Идите нафиг. Все. Ушли. Все. Молодцы. Так. Возвращаемся на точку. И. В Москве все построено. Замечательно. И теперь. Снова полетят голубь. Но теперь уже в московских землях. Так. Отзываем титул. Раз. Отзываем титул. Два. Отзываем титул. Трис. И отзываем титул. Скажем так. Четырес. Так. Удел Можайск. Отзываем. Надеюсь вы будете хорошими вассалами. И. И вы стали охреневшими вассалами. Прошу прощения за мои слова. Но. Это так. Ну ладно. Хорошо. Плюс. Как говорится. Плюс отзыва. Отозванные титулы. Так. У тебя нет. Ну. В принципе. Как и планировалось. Ну ладно. Кто мог восстать. Те и восстали. Так. Сразу же на столицу идем. Раз. Штурм. 52 процента военный счет. И идем дальше громить. Так. Здесь. Мы сделаем сразу же следующее. Мы. У тебя при дворе. Ты мордовская культура. Но ты наш. Друг. Да. Да. Так. У тебя при дворе. Просто отдаем кому-нибудь левому человечку. Данную провинцию. Как вы. Переславль Залезки. Вот как вы. Так. И передаем тебе сразу же этого вассала. Чтобы ты с ним мучился. Если что. Так. Москву мы потом отдадим. Можайскому потом тоже отдадим. К тому же человеку, которому отдадим и Москву. Так. Ладно. Здесь пока что пускай будет. И. Будем понемногу. Помаленьку осаждать. Главное. Чтобы у вас опять не было каких-нибудь проблем. Вроде. Войны с Польшей. Это самое главное. Чтобы я вас так же спокойно успокоил. Спокойно усмирил. И на этом все благополучно бы и закончилось. Еще 100 монет. Превосходно. Так. Вязьма. Направляемся туда. И направляемся в Можайск. Что кого? Зачем? Почему? Так. Один из моих полководцев был загнан в угол и убит. Ты откуда? Ты отсюда. Увы. 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 Так. Ну как. Собственно и предвиделось тут. Снова какие-то авантюристы грабят наши земли. Надеюсь они не пойдут поближе к Курлянии. Которое кстати говоря тоже было бы неплохо переименовать. Но это уже в следующей серии. Когда все отпишутся. И кстати говоря провинции. В провинции тоже можно поперименовать. Если конечно это будут адекватные какие-то названия и все такое. Так. Вперед в бой. Разбиваем 100% счета. Замечательно. Требую. Требую. И отзываю. Так. Отдай Москву. Зараза. Так. Здесь пускай все так же сидят в тюрьме. Кто восстал. Потом с вами что-нибудь да сделают. Так. Сразу же войска мы немножечко отводим. И снова обращаемся к нашим землям. И к нашему двору. Кто здесь есть такой хороший? Кто здесь есть такой могучий? Так. Так. Наша религия. Но ты завистливый. Хотя серый кардинал в принципе. Безродный в принципе. В принципе сойдет. Почему бы и нет. Так. Ты получишь у нас титул. Великий город Москва. Так. Да. Так. Содно сделаем вот так вот сразу же. И вот ты человечек. Ты человечек. Вот ты. Пожаловайте титул. Великий город Москва. Можайск. Тебе сразу же тоже отдадим. И пожаловайте сразу же титул. Московская республика. Так. Москва у нас теперь тоже. Отныне официально становится республикой. Ну и пока что. По крайней мере в этой серии все. Хватит. Переделывать тут сферы влияния. Устраивать просто тотальные зачистки. Так что у нас снова беременность. Замечательно. Так. А что наша францужинка-то не рожает? Вроде отношение хорошее. Даже. Пошлем деньжа. Чтобы было еще лучше. Так. Подозревается как ведьма. А. Ну если так. Хотя. А. Нет. Не та. Не та. Не дитя со станы. Ну да ладно. Так. Что там дитя со станы? Ее же. А ее убить не могут. А если просто в тюрьму? Так. Смейте воспитание. Значит наставника помолвка в тюрьму. Ага. Должен быть повод для того, чтобы ее арестовать. Ну хоть ты не наша дочка. И ты по идее наших детей не должна избивать слишком сильно. Так. Новгород. В Новгороде у нас имение снова свободно. Снова делаем нового вассала. И. Ну да. 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 Вы идете в Курляндию. Куда же вы еще могли пойти? Господа хорошие. Так. И назначаем нашего нового тайного советника. И религию мы пока ему не меняем. До поры до времени. Возможно чуть позже сменим. Так. Пожалуйста. Мы будем быстрее. Раз. Так. Два. Так. Три. Хотя ты трус. Ну да ладно. Трус тоже имеют право на жизнь. Еще одна ложница беременна. Замечательно. Превосходно. И. Снова просим денег. По традиции по стрельке. И снова их не получаем. Неслыханная наглость. Мы к вам скоро придем. Знаете это. Так. 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 В принципе и нет. Все таки я тебя сменю. Потому что трусом быть не хорошо. Так. Здесь все нормально. Здесь все нормально. И здесь все нормально. Замечательно. Превосходно. В бой. Казнить нельзя помиловать. Вы еще и раскрылись. Превосходно. Господа. Превосходно. Так. Ладно. Будем еще пытаться. Да. Будем еще пытаться. Почему нет. Так. Авантюрист. Идите. Домой авантюристы. Ну и в принципе. И в принципе. На этом данная серия и подходит к концу. Она была продуктивной. Мы переделали парочку сфер влияния. Москва стала республикой. Витебск стала республикой. И Пруссия стала республикой. В следующей серии я наверное сделаю республику из Померели. Из. Как вы называетесь. А нет. Стоп. Полоцк стал республикой. А Витебск будет так в серии следующей. Так. Угу. 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 Пока что мы не будем трогать только Ливонию. Да. Ну и в принципе. Про детей я сказал объявление. Про Великий Новгород я переименовал. И про провинции тоже сказал. Есть конечно еще одна идейка. Как переименовать. Но в республике она не совсем уместна. Ну как бы уместна. Но не совсем работает. Ладно. Об этом уже потом. Как-нибудь в другой раз. А на этом моменте, уважаемые зрители, я с вами вынужден попрощаться. До скорых встреч.